Уже с самого утра на школьных базарах оживлённо. В палатках, расположенных в разных точках областного центра, можно найти всё. Например, строгий сарафан с белой рубашкой. По мнению второклассницы Маша Смоловец, именно так должна выглядеть ученица школы. Выбор девочки целиком и полностью разделяет её бабушка с дедушкой, для которых выбрать наряд внучки из представленного ассортимента – радостный и приятный момент. Вот бусту купили под её, вот фигуру под её рост, всё, что ей понравилось. Сарафанчики купили. Ну, очень быстро выбрали. Тут большой ассортимент, рядом вот тоже палатки есть. И мы очень быстро всё это выбрали и быстро справились. Если в материальном плане, да, может быть, немножко тяжеловато. А так, по ассортименту, по качеству, по выбору товара для детей, то хватает. Ну, как бы вот этот присмотрели немножко, уже не первый день ходим с ними, так сказать. Но выбор есть. Есть и модели красивые, и цветовые раскраски. То есть, ну, как бы перед школой, если последние дни, что-то, конечно, можно найти здесь. По вкусу и по цвету, и по желанию. Очень хорошо идут блузочки для девочек, которые есть, добавлено кружево. И хорошо идут обманочки, вот эти нашего белорусского производителя. Потом также идут хорошо юпочки-карандаши и сарафаны. Сарафаны берут в основном для начальной школы. Очень красиво. У нас есть разный ассортимент. Есть и белорусские, и вот такие вот турецкие. Вот такие вот белорусские, очень красивые модельки сарафанчиков. Они тоже для девочек пользуются спросом. Ну, для мальчиков хорошо берут рубашечки, как и цветные, так и белые. Естественно, жилеточки очень хорошо. Рубашки у нас белорусского производителя. А жилеточки и обманки есть и белорусские, и турецкие. Они тоже хорошо пользуются спросом. Ну, это как современное, то, что любят сейчас наши школьники. Расширенный школьный ассортимент, который отличается своим качеством и ценами, есть и во многих магазинах города. Сегодня производители стремятся одеть мальчишек и девчонок не просто в примитивный и стандартный набор одежды. Они следят за модными тенденциями. Дизайнеры Бреска и фирмы «Панда» отмечают – новинки школьной коллекции уже произвели фурор. В этом году у нас тоже была выпущена школьная коллекция. Она делилась, если можно назвать, на две части. Одну мы дали ассортимент, где использовали чисто однотонные ткани. Это был темно-синий цвет и черный. То есть, исходя из опыта и практики, это самые востребованные цвета, которые родители покупают детям в школу. И вторая коллекция, такая фэшн у нас получилась. Мы разработали свой принт, который нам производители сделали специально под нас клетку. Клетка не яркая, а больше в определенной тональности, где такой небольшой акцент. Не менее важный элемент образа – прическа. В тренде французские косы. Удобно, практично и очень красиво. То, что оценят и юные модницы, и их мамы. На скорую руку можно высокий хвост в хвосте, либо заплести косу и, допустим, делать какую-то гульку на голове. Можно также косу сделать, просто косичку, тоже как вариант очень быстрый. Но у нас парикмахерские мастера могут помочь в этом сделать очень быстро и качественно прическу для школьников. А еще большой популярностью пользуются иллюстрированные констовары – тетради и блокноты, ручки, карандаши и краски. Их, как и многое другое, можно приобрести на школьных базарах. Продавцы постарались, чтобы ассортимент удовлетворил даже самых требовательных покупателей. Кстати, несмотря на то, что до школы осталось всего несколько дней, их поток не уменьшился. Что-то интересное сможете найти и вы.